Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешному. Мы озвучиваем мои занятия, которые я вел в Потеряевке, по тематике. Странное приимство и наследственность. Мы все странники на земле. В космосе все кометы странники. И мы летим в путешествия, переезды. Слово 89. Дни и лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь. Ибо проходит быстро, и мы летим. Солом 118. Странник я на земле, не скрывает меня заповедей твоих. Великий странник ходил по Иудеи, и ныне незримо встречается с нами здесь. Матфей. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Когда я возвращался в Латвию, то в Риге, побыл в церкви, просился, чтобы кто принял меня на ночь. Показываю паспорт. Да кто пустит такого бородатого? Пошел на берег до Угавы. Нашел лодку перепрокинутую и залез под нее. Только примастился, слышу, что кто-то по лодке стучит. Выглянул, бабушка стоит. Ты что же здесь? Да никто меня не принял. Она пригласила к себе, ибо сидела и в окно увидела меня, как я новое жилище обживаю. Рассказала, что пустили они переночевать цыган. И они их какой-то травкой обкурили, что когда они проснулись, цыган уже не было, а увезли у них все. Даже матрасы из-под них вытащили. Иов Это лжепророк. Как просто. Третья она. Просто определяли. Если живет два дня, можно, а как третий день уже выгоняю. Это уже лжепророк. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Похвала принимающим странников. На пенсионное обеспечение богодельня принимали только тех женщин, которые при жизни сами принимали странников. Пиратимофея. Известной по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Странники, как и нищие, почитались божьими людьми и считалось смертным грехом обидеть их. Случай с Лотом. Город погиб за насилие над странниками, даже в намерении. Их хоронили на общественной земле бесплатно от Матфея. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Как я отговорю, есть разные доказательства. Это сохранилось на востоке для всех странствующих в Мекку. Случайно какой-то странник-поломник умер посреди асфальта. Там ему и могила. Теперь с пятерядного движения тут переход на трехрядное. Кто-то про себя его ругает, а миллионы благословляет. По их верованию он сподобился в рай попасть. Потрудился, значит, 1 Петра. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Как не вреден был, бывал странник, но три дня его как-то терпеть нужно было. При поставлении в епископа нужно было навести точную справку о том, что он был странолюбив, не эгоист 1 Тимофея. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж трезв, целомудрен, благоченен, честен, странолюбив, учителен, но странолюбив и любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан. Батюшка наш отец Аким рассказывает, что он жил с одним священником через стенку и заезжали из дальних мест к нашему, а не к тому. А кто приезжает, то они не с пустыми руками, свои кринки везут. А этот, может, и завидовал, и был к этому не расположен. Но вот нашего дома не оказалось, и там приехала одна из прихожанок с дальней стороны. А зайти ночевать-то ей некуда. И она пыталась даже к тому батюшке соседу пристроиться, но не тут-то было. Потом он нашим и рассказал, что была такая-то. Он посоветовал ей в гостиницу поехать. Подумал, оделся и повел на другой конец города к знакомой бабушке. И это еще далеко не худший вариант, евреям. Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Ну как? Страноприимство зависит от глубины веры и от любви ко Христу. Примеры. Страноприимство Авраам, Иов, Тавид, Римлян. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о страноприимстве. Приветствует вас Гаий, страноприимец мой и всей церкви. Язычники тоже стремились придать значимость страноприимству, чем наделяли и свои мифические персонажи. А также осквернить храм Иерусалимский и номиновать его храмом Юпитера Олимпийского. А храм в Горизине, так как обитатели этого места пришельцы, храмом Юпитера страноприимного. Третья ездра. Отцы наши были странниками в Египте и освобождены были оттуда. Странолюбие не забывайте. Забывается в счастье, как сам недавно еще нуждался. И напротив есть демоническое антистраноприимство. Гималайские горы. Служение богине Кали. Встретить странника, накормить его и догнать. И убить в жертву. У восточных же народов страноприимство развито до отдачи жизни за него. Если уже приняли его в свой дом. Случай с ефремлянином, судей. Но муж не согласился ночевать. Встал и пошел и пришел к Иевусу. Что ныне Иерусалим. С ним пара навьюченных ослов и наложница его с ним. Вот у меня дочь девица и у него наложница. Выведу их, смирите их и делайте с ними что вам угодно. А с человеком в семье делать этого безумия. Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Они познали ее и ругались над ней всю ночь до утра. И отпустили ее при появлении зари. Это вообще непонятное явление. Как это может быть? Авраам был до удивления страноприимен. Сидел в жаркое время, не доверяя слугам. Выглядывал на дорогу, чтобы не пропустить свою награду. И когда отправлял своего слугу за невестой сыну, то не ставил условия ее красоту. Но только бы своей верой была. А слуга же уже добавил, чтобы она была страноприимна. Пригласила бы к себе в дом бытие. И еще сказала ему, у нас много соломы и корму. И есть место для ночлега. Потому что знал слуга своего хозяина Авраама. И знал, что если сноха будет скупая, то что же это за дом будет, разделившийся сам себе? Такой дом остается пуст и не устоит в день испытания. Ребенка приучайте относить бедным пищу или помощь какую, чтобы он приучался к этому делу. Женщины, которые принимали пророка Илью и пророка Елисея, оставили примеры для подражания. А имена их неизвестны от этих царств. И пошла она и сделала так, как сказал Илья. И кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Четвертое царство. Сделаем небольшую горницу над стеной и поставим ему там постель и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. Наказание Божие на непринимающих странниках, премудрость. Ибо они более сильные питали ненависть к чужеземцам. Иные не принимали незнаемых странников, а эти порабощали благодетельных пришельцев. Наследственность. Музыкальные, математические, поэтические способности часто передаются по наследству. Но каждый лично должен сам. Должен встретиться со Христом. Вера по наследству не передается. Но молитвы предков действуют уверованию. Содействует. Старой Тимофею. Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе, Тави. Тавид спросил. Скажи мне, брат, из какого ты колена и из какого рода? Тогда Тавид сказал ему. Брат, иди благополучно и не гневайся на меня за то, что я спросил о колене и о роде твоем. Ты доводишься брат мне из честного и доброго рода. Я знаю Ананию и Иоаннафана, сыновей семьи великого. Мы вместе ходили в Иерусалим на поклонение с первородными и десятинами земных произведений, ибо не увлекались заблуждением братьев наших. Ты, брат, от хорошего корня. О добрых родителей бывают худые дети и наоборот. О том говорят все четыре книги царств. Сегодня даются письменные инструкции о том, как не принимать странников. Пишут и газеты, что идет воровство детей, имущество, убийство теми, кто под видом странников входит в жилище. Варфоломейка Сергий Радонежский пригласил Инока к себе в дом, чтобы получили благословение и его родители. Кого сегодня пригласишь? Приспособиться нужно по нашим временам, проверять человека, принимая странника, проверять все машины, которые сюда приезжают, в Серахов, не отказывай угнетенному, умоляющему о помощи и не отвращай лица твоего от нищего, Тавид. Из имени твоего подавай милостыню и да не жалей от глаз твой, когда будешь творить милостыню. Ни от какого нищего не отвращай лица твоего, тогда и от тебя не отвратится лицо Божие. Когда у тебя будет много, твори из-за того милостыню. И когда у тебя будет мало, не бойся творить милостыню. И понемногу. Ты запасаешь, запасешь себе богатое сокровище на день нужды, ибо милостыня избавляет от смерти и не попускается идти во тьму. Милостыня есть богатый дар для всех, кто творит ее пред Всевышним. Дети от уголовников, хотя бы были умные, но в 16 лет, как с ума сходят, бурно начинают проявлять нрав своих родителей, премудрость Соломона. А плодородное множество нечестивых не принесет пользы, и прелюбодейные отрасли не дадут корней в глубину и не достигнут незыблемого основания сирахов, ибо, во-первых, она не покорилась закону Всевышнего, во-вторых, согрешила против своего мужа, и, в-третьих, в блуде прелюбодействовала и произвела детей от чужого мужа. Премудрость. Жены их несмысленны, и дети их злы, проклят род их исход. Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь, Бог твой. Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Премудрость, как бы наследственно, по молитвам родителей переходит из рода в род. Премудрость Соломона. Она одна, но может все, и, пребывая в самой семье, все обновляет, и, переходя из рода в род, святые души, приготовляет друзей божьих и пророков. И наоборот, дети, без благословения родителей, женящиеся, грешат, и нераскаянный грех этот переходит на потомков. Нераскаянная ложь прослеживается и повторяется. Авраам, Исаак, Иаков, дети и так далее. Требуются большие усилия раскаяния за грех родителей, просить прощения у мертвых, обиженных ими, чтобы они простили их, ходатайствовали за начало новой жизни. Закон наследственности во грехе, перерубаются только покаянием. Книга, Варуха и Третьи Ездры, 7 главы, полны примеров молитвы за себя и за отцов. Германия сумела прийти к покаянию и освобождению от фашизма, а у нас в стране продолжают боюкать более чудовищное коммунистическое учение людоедов. Наследственно мы с местами враги и никогда нам не выйти из этой ямы. Но положи ты первое начало мира и тогда все, что будет построено, сказано в мире, что будет и от внуков, будет идти как бы от тебя, наследственно преданное им. Ты будешь родоначальник мира. Слушай, они все оборванные. Хорошие.